Я родился в Советском Союзе Я так же образом убежден, что равных им нет до сих пор. Причем не только в нашей стране, но и вообще в мире. Я бы сейчас это попытаюсь доказать. Но давайте представим, как расцвели бы современные западные блокмастеры, если бы в них играли наши кумиры. Ну, начнем с «Терминатора». Ну, что там Шварценеггер? «Говорящий шкаф». Мне нужна твоя одежда, твоя обувь и твой мотоцикл. А где актерская игра? С какой бы элегантностью эту роль сыграл бы Андрей Александрович Миронов? Голубчик, извините, простите за беспокойство, но мне, понимаете, срочно нужна, так сказать, ваша одежда, ваша обувь и ваше, с позволения сказать, Мотоцикл. Цигель, цигель, ай-лю-лю. Робо, туристу, облико, металле. I'll be the second back. Следующий персонаж — Джеймс Бонд. Все помните, как сдержанно представлялся этот скупой на эмоции суперагент. Бонд. Джеймс Бонд. Бонд. А сколько красок бы добавил в этот образ Анатолий Дмитриевич Попанов? Бонд. Джеймс Бонд. 007. Агент. Я старшой. Но еще ярче Анатолий Попанов сыграл бы в «Матрице». Вот помните сцена, где Мерфиус разговаривает с Нео? «Нео, твой дом — турматрица! У тебя ж ничего нет! Ты ж голодранец, Нео! Вот, смотри, достаточно одной таблетки. Выпьешь красную — проснешься в гробу в белых тапках. Выпьешь синюю — тебя пробьет на... Смотри, не перепутай! Кутузов! Крестный отец. Главную роль Дона Корлеона, главного мафиози, я думаю, прекрасно сыграл бы Владимир Летыш. «Я сейчас тебе сделаю такое предложение, честное слово, от которого ты не сможешь отказаться. Клюнусь, честное слово. Товарищи, что мы, понимаете, за мафия? За целый месяц мы украли только три магнитофона заграничных, три пара сигара отечественных, куртка замщего — три. А еще, понимаете, боремся за почетное звание мафии высокой культуры быта. Стыдно, честное слово, понимаете, как можно. А главного героя во Властелине колец, Фродо, должен был сыграть Владимир Семенович Высоцкий. «Ну, на этот раз, Саруман, рассердил ты меня всерьез. Колечко это, вещицу старинную и дорогую, третьего дня с убитого хоббита сняли. Саруман должен сидеть в тюрьме. Будет сидеть, я сказал». А все эти западные ужастики. Ну, вот эти голливудские блокбастеры про оживших мертвецов, в которых зомби преследуют какую-нибудь блондинку, которая тупо кричит и все время от них убегает. А представляете, если бы вот эти зомби преследовали блондинку, на которую играла бы наша любимая Татьяна Доронина. Ой! Ой, миленькая ты мощь! Ой, что же это у тебя глазик-то на плече висит? А ручки-то совсем отвалились. Дорогой ты мой косм, а грязный-то какой! Только из земли вылез. Ой! Опустила без тебя земля. Ой! Ой! Сейчас доберемся до самого главного, до блокбастера всех времен и народов. «Звездные войны». Помните, Дарт Вейдер? Люк, я твой отец! А как бы его сыграл Юрий Владимирович Никулин? Люк, я твой отец! Бомбарбияки рвуду! Люк, а скажи, а у тебя нет такого же мяча, но с перламутровыми кнопками? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Песня про джедайцев. Тёмную силу несу, все трепещут от силы. В чёрном шляпе большом у меня голова, как мечом световым. Мы джедаев хасили и при этом напевали странные слова вместе. А нам всё равно, а нам всё равно, ведь в империи солдатам нет числа, сила есть у нас. И в полночный час к нам переходи на сторону ты зла. танцуют все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И это же был успех Игорь Христенко!